Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. Нахожусь на текущий момент на ПТРе обновления 9.1.5. И, само собой, стоит поговорить о выходе обновления 9.1.5, потому что люди заходят на стримы, спрашивают, а слышно ли что-нибудь об обновлении 9.1.5. Ну, как бы немножко слышно, отвечу сразу на этот вопрос. И в видосике просто-напросто постараюсь ответить на вопрос, популярный довольно-таки, когда же выйдет обновление 9.1.5. Будет рассмотрено два пункта. Один, который относится к нашей замечательной игре World of Warcraft, а другой пункт будет относиться к другой игре, в которой нужно проявлять только скилл, в которой нет никакого рандома абсолютно, Харстоун. Поехали. Начнем с первого пункта, с события в нашей замечательной игре World of Warcraft. И для этого откроем календарик. Нас интересует событие в ноябре. Не годовщина WoW. В рамках этого видосика мы рассмотрим другое событие. Путешествие во времени по подземельям. Первый абзац говорит нам о том, что мы можем ходить в легионовские подземелья формата путешествия во времени в течение двух недель. А второй абзац говорит нам о том, что используя ключи легионовские, которые мы будем получать у особого мобчика, мы можем проходить ключи формата легиона, бросая вызов сильным противникам. Кто не в курсе, да, в обновлении 9.5 будут таймволки легиона. Путешествие во времени для подземелья легиона. Они будут как для обычных подземелий, так и для подземелий формата мифик плюс. На ютубчике у меня в плейлисте по 9.5 есть отдельный видосик. Можете глянуть. Что у нас получается? Ну, то есть, окей, 2 ноября выходит это все дело в американских серверах, а 3 ноября мы уже на Европе увидим эти таймволки. Круто, классно, но Blizzard умная компания, они не будут сразу же давать это событие в момент выхода обновления 9.5. Скорее всего, 9.5 выйдет за недельку или за две до этого события, чтобы сначала людям пришла там рассылка на почту о том, то, что вышло 9.5, потому что некоторые люди вообще за волн, да, например, не следят. И там пока они оплатят подписку, пока скачают клиент, пока раскачаются чуть-чуть там, ну, не в плане левела, а в плане раскачка как собственная. Вот. То есть, пока вникнут в игру маленько, привыкнут к ней, и так, хоп, уже и легион стартанул в формате таймволк. То есть, за недельку, за две, скорее всего, до этого события выйдет 9.5. Но теперь рассмотрим другое событие, которое происходит в игре Хорстоун, как я уже сказал, игра, которая зависит только от скилла, в ней нет никакого рандома абсолютно. Там выходит новый режим, ПВЕшный, под названием «Наёмники». Довольно-таки интересный режим, но не в рамках этого видосика, будем о нём рассуждать. Режим выходит 12 октября. Сама собой, как я уже сказал ранее, Blizzard — компания умная, и они дадут возможность всем игрокам абсолютно поиграть в этот режим. Почему? Так потому, что в тот момент, когда вы проходите обучение в режиме «Наёмники» или там немножко стартовую цпочку какую-то делаете, то вы получаете маунта для Вова, мышку довольно-таки интересную, прикольную, и анимация у неё хорошая, и моделька такая подвижная. То есть, недельку-две компания Blizzard по-любому даст людям насладиться этим новым режимом. Потому что то, что показали на презентации, выглядит, ну, довольно-таки бодро и немножко напоминает «Битвы питомцев», а именно «Донжи» для «Битв питомцев». Ну, это уже чисто такое моё мнение. В общем-то, что я скажу насчёт 9.1.5? Ну, скорее всего, это будет либо 20 октября, либо 27, если брать учёт, именно эти два пункта. Основываться только на один какой-либо пункт, ну, это глупо. Это реально просто-напросто глупо. 20-е, 27 октября, обновление 9.1.5. Верим, надеемся, ждём. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Продолжение следует...